Нужно все-таки доказать. Формулу обязательно нужно доказать. Для этого мы должны придать ей геометрический смысл и увидеть, откуда же там возникают какие-то увольные числа. К счастью, это очень легко. Ребята, все, что у нас сейчас требуется, это нарисовать какую-нибудь диаграмму. У меня просто сделано на целую страницу. И после этого это вообще не нуждается ни в каких комментариях. Отлично. Так вот, просто страничка. Я сейчас не имею ни малейшего желания ее всю вам вырисовывать. Но просто возьмем какую-нибудь. Например, что значит 9? Это надо нарисовать 9 точек. Что такое 8? В подъеме надо нарисовать 8 точек. Я просто объясняю, как просто рисовать диаграмму. 7 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 точек. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и 4 точки у меня не очень грязные, но вот так вот они видите. Так вот, ребята, у каждой такой картинки давайте рассмотрим две линии. А именно, линия горизонтальная. В данном случае она состоит из 4 точек. И линия наклонная. В данном случае она состоит из 3 точек. И давайте подумаем, на самом деле, что значит, что 10 до 6 коэффициентов нули. А уж если и есть коэффициенты, то это либо инис, либо минус. Ребята, это же следующее. Когда вы перемножаете, то у вас, на самом деле, возникают разбиения в сумме разных слагалей. Здесь у нас в каждой скотке написано, первая строка 1 минус x, потом 1 минус x, потом 1 минус x квадрат, 1 минус x квадрат, то есть, когда вы будете перемножать, у вас будет x в степени сумма разных натуральных числов. Разных, это значит, что в этих строчках все числа будут разные, то есть, суммы и числа идут по убыванию. Замечательно. Так вот, со знаком плюс пойдут те, когда слагаем их нечеркные числа. Со знаком минус пойдут те, когда слагаем их нечеркные числа. А теперь, ребята, простая операция. Я беру вот эту палочку из трех, отрезаю ее отсюда и ставлю туда. Я сопоставляю числу 33, такое разбиение. Первые три числа уменьшают до единицу. Получается 8, 7, 6. После этого числа 5 и 4 оставляем. Так и будет. И возникает еще одно число 3. Заметьте, количество слагаемых изменилось на единицу. На самом деле, не так важно, что оно увеличилось или уменьшилось. Важно, что количество слагаемых изменилось на единицу. Теперь давайте поймем, как это будет выглядеть для любой диаграммы. Какая бы у нас диаграмма ни была. Вот она у нас здесь, тоши, 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 тоши. И дальше, если вот эта штука короче этой, то она отсюда отрывается и сюда ставится. То есть все эти числа мы на единицу уменьшаем и сюда ставим. Если она такая же, то наоборот, это сюда. Или если она длиннее, то же самое это сюда. Это и вопрос. Ну, казалось бы, я вот такую письку. Заметьте, пожалуйста, это процедура инволюции. Если вот эта штука короткая, то она идет вниз. Но тогда это становится коротким. И потом, в общем, получается разбиение на парке. Единственная проблема, что будет, если вдруг вот эта штука каким-то образом, что называется, сконтактирует нас. Давайте посмотрим вот именно на случай двеугольного числа. Я здесь специально не убирал эту картинку. На самом деле тут даже две картинки. Одна картинка, когда 16 плюс 6, а другая картинка, когда 16 плюс 6 плюс 4. Давайте аккуратно нарисую обе. И вы, безусловно, все поймете. Значит, итак, представьте себе, у нас есть 4 точки. На следующем уровне 5 точек. На следующем уровне 6 точек. На следующем уровне 7 точек. Так, давайте посмотрим, господа, такую ситуацию. Вот эта горизонтальная линия, она состоит из 4 точек. Понятно? Отлично. Вот эта наклонная линия, она состоит тоже из 4 точек. Можем ли мы взять, вот эту линию вырезать и сюда поставить? Нет, не можем. Потому что, когда мы вырезали, вот эта из 4 точек превратилась в 3. И эта уже слишком длинная. Хорошо, не получилось. А можем ли мы это вырезать и сюда поставить? Нет, потому что, когда мы вырезали эти 4, то здесь получилось. Давайте посмотрим, сколько же здесь на самом деле точек. А очень просто. Здесь тот самый треугольник из 6 точек и еще 16 точек. Отлично. Теперь давайте посмотрим, нет ли еще другой картинки. Что могло быть? А могло быть вот так. Тот же самый квадрат 4х4 с чуть большим треугольным числом. Смотрите. На этот раз добавляется 10 точек. Смотрим. Здесь наклонная из 4 точек. Здесь горизонтальная из 5 точек. Ну, отлично. Вот эти 4 точек превратили. Пытаются сесть, но здесь на 4, а в нашей диаграмме строчки должны идти строго по убыванию. То есть, большая, поменьше, 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 поменьше. Значит, отсюда сюда нельзя. Ну, а отсюда 5 точек тем более. В общем, господа, эти самые пятигольные числа выглядят вот ровно. Вот такие образы. И это и есть те самые 3к квадрат плюс к, это и есть небольшая концепция пополам. И 3к квадрат минус к, пополам, то есть концепция, поменьше. Это особый случай. А почему минус один степень к? Ну, вот потому что количество слагается ровно к, что-то. Отлично. Мы с вами доказали должность этого. Продолжение следует...